В любом случае для меня в центре всей моей деятельности лежат практики, связанные с созданием каких-то текстов. Да-да-да, я принес свою новейшую, почему-то, понятно, что это плохо говорить, последняя. Ну, ладно, она последняя или прям последняя. Как называется книга, где она вышла? Да, книга называется «Но и это еще не все». Не последняя точно. Да-да-да. Она вышла в Москве в издательстве «Аргориск». Сейчас я найду что-то более или менее приличное, что из этого можно прочитать. Я постараюсь, чтобы это было без мата. Конечно, просто несколько таких агрессивных текстов есть. Я бы не хотел никого шокировать. Вот текст, который был посвящен памяти кинорежиссера Марлена Хуциева. И он был связан... Я пытался как-то пересобрать оптики, как я воспринимаю Хуциева, его фильмы, да. В первую очередь «Июльский дождь», да. «Не вечерний край» называется. «Хватит ли из всех откровений смерти составить свою карту край, Только названием, убежав, Выволакивая живых за нежность, И распределение не начнется. Наши современники только события одни, Мыслимые, как чистокол, за которые Кто мы? Кого мы ждем? Все, что приходит и годность нам по плечу. Смахиваем облака, окунаемся, нет, не то. Я хочу летящую камеру, Развоплощающую движение мимо, Не заискивающую, а поиск. Как нашлась эта героиня в толпе? Как? Непонятно. Стояли многие без шеренка последствий, Врачи думали о времени, Поэтому выбили на их кости. Дети наши мечтали о круглом И ослаблено карусели. Ветераны скрипят зубами, Потому что больше не современно. А где мы? Нигде нас не найти. Мы блудим и блуждаем. Нет сил, чтобы признаться. Я. Слабаки, слабаки, Где челноки ваши? Невозможно. Мы в поле. Свет уже не мерцает. Он черно-бел. Я топтал режиссеру ноги. Съемка не для меня. Так и написано в титрах. Так и значится. Мне слишком не двадцать лет. Аплодисменты. 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 Простите, а почему вы пришли все-таки к сверлибрута, в конце концов? Все-таки это же действительно современная поэзия, а вся эта вот эта рифмовочка, это как бы она действительно уже немножко... Ну вот, я бы сказал. То есть, примерно вопрос звучит так. Зачем ты отказался от русской просудии в пользу подкурсных текстов? Ну вот, я бы сказал, что это не в рифму, то это плохая поэзия. У нас до сих пор считается, что если это не в рифму, то это плохая поэзия. И не берется оно... Единственное, мои стихи брались без ритма, брались в сборники. Остальные стихи никто не брал, ни у кого не брали. Я не читал. Так может быть вам почитать свои стихи в речи? Вот он к этому и ведет, но я предлагаю, Дима, давай мы тебя организуем отдельный вечер где-то... Да, ну буквально часок-другой сейчас, дать я... Нет, нет, вопрос хороший. Вопрос хороший. Вопрос хороший. Да, я говорю... А, в «Кундури»? А, это правильно, в «Кундура». Я за себя могу сказать, что я за жизнь написал несколько тысяч рифованных стихотворений. То есть свою, как бы, силоботаническую программу я выполнил. И, да, до 15-го года, да, я писал... Ты думаешь, он знает слово силоботанический? Он знает. Да. Я писал, да, силоботанические рифмованные тексты с нормальным ритмом. Но, с другой стороны, я понимал, что есть еще несколько традиций, да, которые я не понимаю, как они устроены, да, но в них говорится то, что мне интересно и что мне пока не получается высказывать. И в какой-то момент, как бы, просто произошел переход, что смыслы, которые я хочу формулировать, они перестали формулироваться через рифмованные, ритмизированные, как бы, тексты. Так они видны, как бы, эти образы, правильно? Да, да, да. Отказался от ботанической силы? Ну, в каком-то смысле, да. Но, при этом, меня нельзя упрекнуть в том, что я, как бы, не имею отношения к силоботанической. Я даже писал свою мини-версию Данте, у него, конечно, была силабика в божественной комедии, но, тем не менее, я изощренные формы тоже, тоже когда-то использовал. Поэтому, как какую-то собаку я попытался в силоботонике съесть. А верлибры съели уже или еще есть в Ростове? Ну, дело в том, что традиция верлибра, она очень разнообразная, и даже русская традиция верлибра, она очень разная, да. Потому что то, как это делал, делал, например, господи, Хлебников или Мандельштам в одном единственном стихотворении, или Михаил Кузьмин, который один из первых, да, начал писать верлибры целыми книгами, или какие-то верлибры совершенно безумные Есенина. Или то, что вошло в антологию Карена Джангирова. Или то, что в школе антологии Карена Джангирова, там более поздняя традиция, но видно, что традиция верлибра в России, она очень разнообразная. Это и документальная поэзия, это аналитическая поэзия, это социальная поэзия, это поэзия фонетическая. Абариуты прекрасные, у них тоже есть верлибры, реформанные тексты, да. То есть проблем нет, выбирайте как бы любую сторону, и что вам интересно, как бы идите туда. Но я понимаю, да, что сейчас все-таки, по-моему, есть какой-то кризис перепроизводства и в селопотанической поэзии, и в верлибре, да. И тут, конечно, гетероморфный стих, который совмещает в себе разные, как бы, типы письма, эритмованные, неритмованные, эритмизированные. Да, женщине Дарья, которая недавно премию Нобелевскую, она там, ну, как бы, пожилая женщина, я не помню, в Америке, да? Да, ну, да, ну... Она же там верлибрыми вроде, да? Да, ну, в Америке как раз-таки очень, там довольно слабая сейчас традиция селопотанической поэзии. То есть, я, к чему это говорю, я издаю сейчас современную американскую поэзию, ну, поэтов, поэтов, и поэтому, как бы, я вижу, что там культура, она, ну, она очень сильно отличается, как бы, от нашей, и мне, как бы, важно, да, чтобы она в России тоже была хотя бы чуть-чуть представлена. Да, я вот нахожу каких-то поэтов, которые, например, вот, мы издали в прошлом году книгу Чарльза Симмика, его более 30 лет, у него, кстати, есть русские корни, его более 30 лет издавали, переводили, от Григория Кружкова, переводчика, там более 30 переводчиков у него на русском языке. И вот мы только в прошлом году издали книгу, первую в России его. Насчет Америки еще, единственный вопрос, Чарльз Буковский. Чарльз Буковский. Чарльз Буковский, мне кажется, там не то, что Буковский, там вообще просто великая эфироза, и... Ну, конечно, да, но Буковского как раз хорошо издали. Почему-то он не воспринимается на русском, потому что там слишком много мата. Я точно считаю, что все считают его почему-то, как бы, американским писателем, потому что там слишком много мата. Хотя мы говорим одним мата, я вас управляюсь. Ну да, да, ну Буковский тоже, конечно, важен. Так он не только важен, он и самый, наверное, важный сейчас писатель. Не знаю, не могу с вами согласиться, но идея интересная, да. Так, ну я вот думаю, давай еще, наверное, пару стихотворений. Вот, если есть еще какие-то вопросы, задавайте. И мы можем сделать, пойти по такому пути, как мы обычно и делаем. То есть официальную часть мы завершим, а желающие еще побеседовать, задать какие-то вопросы и что-то еще уточнить для себя, вы можете остаться и потерзать еще, сколь нужно долго. Что надо сделать? А вот, кстати, давайте я вам прочитаю свой любимый текст поэта Алексея Парщиковой, так называемой школы метреализма. Вот у него как раз гетероморфный стих. Там есть как бы рифма, но там ритм такой странный, там строчки так ломаются, что иногда это непонятно. Так, текст его называется «Землетрясение в бухте-це». Текст большой, но увлекательный, поэтому потребуется несколько минут. Сейчас я его частями помню. «Землетрясение». Вот сейчас слово «Землетрясение» с ошибкой не пишу. Так, да, все, начинаем. Утром обрушилась палатка на меня, и я ощутил ландшафт, передернулся, как охладкина голова. Под ногой присмыгался песок, час с водой прилетел меня наискосок, переступил меня мой сапог, другой примерялась степь, тошнил меня так, что я ослеп. Где витала-то мысленная опора, вокруг которой меня мотала? Из-за горизонта блеснул неизвестный город, и его не стало. Я увидел двое лежат в лощине, на рыхлой тени, в тени, лопатки сильные у мужчины, у нее коралловые ступни. С кузнечиком схожи они сообща, который сидит в золотистой яме, он в ней времена заблуждал, трепеща энергия расходилась кругами, кузнечик с женскими ногами. Отвернувшись, я ждал, цепенели пески, ржавели расцепленные товарники, облака крутились, как жерлаки, шла чистая сила в прибрежной зоне и снова рвала себя на куски мантия Европы. Может быть, полоний? За ней укрывался шарап, укол, где я? А на месте лощины — холк. Земля хумусообразна и оставлена на остреве, острее скользит по змее надежда напрасна. Товарники, словно скорость набирая на месте, приплясывали в тупихе, а две молекулярных двойных спирали в людей играли невдалеке. Пошел я в сторону от самозабвенной четы, но через несколько сот метров поймал я трепет, достигший моей пяты, и вспомнилось слово «рэббит». И от чарующего трепетания лучилось, будто кино, утраченная среда обитания. Звенело утраченное звено между нами и низшими. Трепетал грозный, примеряя ламарка с ящерами. Трепетал воздух, примеряя нас с вакуумом, а вакуума с никоном. Волны, словно клапаны, трепетали, как монохино проламывается в стерео. В трепете аппарата новая координата нащупывала утерянное. Открылись дороги зрения, запутанные, как грибницы. Я достиг изменения, насколько мог измениться. Я мог бы слямзить Америку, стать искрой, я мог бы слямзить Америку, бык с головой овальной, а мог стать искрой, беленькой, меж шмотом и наковальней. Открылись такие ножницы меж временным и пространством, что я превзошел возможности всякого самозванства. Смыкая с собой предметы, я стал средой обитания. Зрение и все планеты. Трепетание, трепетание. На бледных холмах Азовия лучились мои кумиры. Трепетали в зазоре мира и антимира. Подруги и педагоги, они псалмы бормотали. Тренеры буги-вуги-вуги гортани их трепетали. Распадутся печати, вспыхнут наши кровати. Птица окликнет трижды. Останемся неподвижны, как под навокаином на хрупкой игле. Господи, помоги нам устоять на земле. Моречка, паутинка, ходящая на иголках. Немножечко поутихла, капельку поумолкла. И хорда зрения мне протянула внув в ту трепещущую чету, уже совпадающую с тенью стула, качающегося на свету лампы, забарматывающейся от ветра. А когда расселись чары, толчки улеглись и циклом утих. Я снова увидел их предыдущую немолодую пару. То ли боги неканонические, то ли таблицы анатомические. Ветер выгнул весла из их брезентовых брюк и отплыл на юг. Красиво, эстетично. Прошу прощения, что текст такой долгий, но это как раз из тех текстов, по которым ты любишь бродить туда-сюда, встречаться с персонажами, ощутить вот это. Не кажется вам, что там немножко как-то попахивает ЛСД? ЛСД? Да, ну, Берейдин там сидела. А не одного же поколения, кстати? Ну, Брэдди. Нет, они ни одного поколения, все-таки парщиков начинал в конце... А парщиков постарше. В конце семидеся... Ну, немножко, на пару лет. Он в конце семидесятых все-таки начинал... А ты все равно грибами увлекался? Про это я не знаю, но, конечно, дело в том, что парщиков он создает как бы... Создавал новые оптики. То есть он создавал какую-то новую модель, как можно видеть пространство, которое вот развернуто в несколько сторон, как кожурка от банана. То есть он берет как бы и раздевает его вот туда-сюда-сюда, и вы смотрите его, вот так вот оглядываете, и так мало кто умел делать. И в этом как бы прелесть его поэзии. Он дает тебе новые глаза, новые ориентации в пространстве. Слышу словесника. Вот, кстати, Руслан, что, на твой взгляд, что такое поэзия, что она должна нести? Вообще, должна ли она что-нибудь нести? Или никому ничего не должна? Что такое поэзия? К чему, может быть, ты стремишься в своих поэтических поисках и в своих поэтических работах? Ну, от года в год уточняется, да, то, что ты хочешь, чего ты хочешь достичь в поэзии. Но, как правило, да, для меня поэзия – это как раз-таки поиск, да, поиск неуловимого, неопределенного, неточного, что до этого не подвергалось вербализации, либо об этом таким образом еще не мыслили, да, а поэзия, благодаря тому, что слово очень, как бы, мягкий материал, да, оно позволяет, позволяет об этом помыслить. Вот мне сейчас, что было интересно, последний, как бы, текст, который я писал, мне интересно было моделировать, да, какие-то ситуации, какие-то состояния, да, и о них, и о них писать. Например, мне было бы интересно, что, если бы было, если бы стихотворение имело какие-то внутренние органы, да, и эти внутренние органы, да, состоялись какие-то слова, могли бы как-то поступать в взаимодействие друг с другом, да, как написать об этом стихотворение, чтобы там были эти самые внутренние органы. Это довольно сложная задача, То есть моделирование миров, это вот что мне интересно. Поэтому тут нет речи о дожествовании. Я не знаю, может быть, в тяжелые какие-то моменты, когда поэзия создается в эпохи переломные, как сейчас, или как Адорно говорил про поэзию после Освенцима, возможно она или нет. Тогда у поэзии как будто бы несколько смещаются задачи, и она ищет себя еще и в толще времени, как она может в этом времени находиться. Например, для того же Мандельштама это было очень важно, что его раздражало большевизм довольно часто, но с другой стороны он пытался найти любовь себе к этому большевизму и говорить, я должен жить, дыша и большевее. И пытаться найти в себе силу в своем языке, как можно найти свой язык в новой реальности и чувствовать себя живым. Это довольно сложная задача. Руслан, расскажи, ты же большой книголюб, и у тебя лучшая библиотека на Урале. Нам известная. Расскажи о любви к ним. Мы все-таки в библиотеке. Да, ну про библиотеку свою я скажу, что у меня там 3000 домов, к сожалению, моя библиотека осталась на Урале, а сейчас я живу в Москве, и я уже в Москве собрал 70 книг, и мы посчитали с женой, что если дело будет продолжаться, то кончится все плохо. Семьдесят тысяч или семьдесят тысяч? Семьдесят, да, семьдесят. Кстати, 70 тысяч ни в одной частной библиотеке в России нет 70 тысяч. У моего товарища Данила Давыдова из Москвы у него самая большая часть библиотека 40 тысяч томов. Я вот про нее расскажу, а потом немножко расскажу про свою скромную библиотеку, чтобы не было. Так вот, у него одна комната, это вот четыре стены, да, везде там книги, и, собственно, маленький проход. Раньше можно было вот так вот в кровати обойти к столу, сесть, как бы упасть на кровать, посидеть за столом. А когда последний раз я был, что кровать уже тоже была использована под книг, то есть там стопки вот так вот стоят. Это одна комната, а вторая комната у него была просто книги по периметру и плюс стоячие книги. А у меня всего книги на одной стене. Да ты, говоря о Давыдове, ты как будто описываешь берлогу Виктора Альфредовича. Он можно. Кулет. А для чего? Да? Вот столько книг. Ну вот 40 тысяч книг, я себе представляю. Он их читает? Ну вот Данила Давыдов из тех людей, которые может в любом состоянии, в пьяном, трезвом, сонном, полусонном, мертвым-полумертвом, он может читать. И я уверен, что все книги из своей библиотеки, он, по крайней мере, пролистал, составил о них как бы впечатление, и своим как бы скачущим, острым, филологическим взглядом он в них очень много нашел. Я, к сожалению, таких высот не достиг. У меня как бы прочитано там, ну, немного, может быть, одна седьмая в моей библиотеке прочитана, отлистана там одна пятая, просмотрена... Из семидесяти книг. Правильно? Или из трех тысяч. Из трех тысяч, да, одна седьмая. Из введения прочитаны какие-то куски, но как-то так. И в последнее время, так как я понимал, что библиотека что-то не то, что я от нее отчуждаюсь, не успеваю все прочитывать, я стал дома применять в себе такую практику. Все новые люди, которые приходили ко мне домой, я просил их, чтобы они писали записки кому-нибудь в будущее или в прошлое и оставляли в любой из книг, да, оставляли как бы письмо кому-то на когда-то. Потому что ведь непонятно, когда я прочитаю эти книги, или кто-то их прочитает. И поэтому сейчас моя библиотека хранит несколько десятков писем, обращенных непонятно к кому, непонятно куда, непонятно когда они станут прочитанными. Вот так.